Церковь богата на таланты. У нас есть писатели, у нас есть поэты, у нас есть певцы, музыканты. И у меня даже есть такое предложение открыть вот на нашем сайте в ближайшее время, ну, в ближайшее время, на этой неделе откроем такой литературный клуб. У нас есть люди, которые занимаются поэзией. Это признанная поэтесса Наталья Урбанская, еврейка, которая, кстати, во время Советского Союза очень сильно пострадала, именно как еврейка. Это хороший друг нашей семьи. И она признанная поэтесса. У нее целый сборник и не один стихов. У нас есть Олег Григорьевич Пермяков, который пишет рассказы, его сын, который также признан литератор. Можно мне помочь стойку поставить? Вот одну. Ой, я боюсь тут скрипку уронить. Потому что сегодня я хочу поделиться с вами... Не-не-не, это для микрофона. Одним рассказом, который написал сегодня утром. Да. Да, вчера мы сидели с дорогими нам людьми в одном таком французском ресторане. Хорошо общались, и Олег Григорьевич поделился своим рассказом. И вот этот микрофон работает. Можно будет этот рассказ записать, потому что мы хотим потом его тоже в этот литературный клуб включить, как такой почин. Ну, немножко в стиле Жванецкого. Такой рассказ. Может для кого-то показаться немножко как поясничание, но потом я объясню, для чего это, к чему это все. Кто писал, помните, кто писал тексты для Аркадия Райкина? Это легендарная личность. Писал Жванецкий. Кто писал тексты для Виктора Ильченко и Романа Карцева? Это знаменитый дуэт. Кто писал тексты для Романа Карцева, его знаменитые вот эти монологи, самые знаменитые, конечно, Райки вчера были, ну, очень вкусные. Помните? А кто писал тексты для самого Михаила Жванецкого? Пекст для Михаила Жванецкого писал сам Михаил Жванецкий. А кто пишет тексты для меня? Вот я уже 40 лет... 30 лет, я уже проповедник, я вот сегодня решил сделать такое небольшое отклонение, такой рассказ. Вы знаете, это тоже какое-то искусство, которое может приводить людей к Богу. Ну, то есть, если вот, ну, например, рассказы Олега Григорьевича, да, или поэзия Натальи Урбанской, ну, вроде бы они вот так издалека, издалека, вот так потихонечку, потихонечку, а потом люди плачут и каются. Разве это плохо? Это очень хорошо. Вот такой вот рассказ. Вчера мы немножко говорили о том, что кто-то ругается в семье, кто-то не ругается. И я как-то вот вечером что-то лег спать, вот думаю, этот разговор, вот, что вот, ну, как хорошо, когда в семье вот никто не ругается. Ну, с другой стороны, это как-то не очень интересно, не ругаться. И я решил поделиться тем, как мы иногда с Наташей ругаемся. Ну, это в большей степени фантазия. Ну, то есть, не выноси ссор из избы, да. Я сегодня поговорю о чем-то хорошем, о хорошей такой ругании. Милые бронятся, что тешатся. Итак, фантазия на тему... Так, я стану в позе... Жванецкого, да. Фантазия на тему поругаться. Ближайшее будущее. Я. Дорогая, давай, наконец, поругаемся. Пора спустить пар. Жена. А что, у нас есть время спустить парок, любимый? Я. Думаю, что минут семь у нас имеется, да. На это... Начинай ты. Я прям вижу, как тебя распирает. Жена. Ну, хорошо. Так. С чего бы начать? Дорогой, сколько раз я тебя просила. Ну, не ставь, пожалуйста, свои эти золотые слитки на чайную полку. Я когда туда лезу, пытаюсь достать оттуда чай, на меня каждый раз оттуда прилетает. Я. Ну, любимая, их просто уже некуда ставить, эти золотые слитки. Что делать, любимая? Что? Посоветуй. Жена. В доме негде. Ставь их, пожалуйста, на нашу крышу. По углам, пожалуйста, по углам. Там складывай столбиками, пирамидками, там, ставь где-нибудь по углам. Только не заставляй, пожалуйста, нашу вертолетную площадку. Самому же потом на вертолюте будет трудно садиться на твоем новом телекоптере. Твои претензии ко мне, любимые? О, я, да? Перестань, дорогая, публично называть меня, ну вот он наш епископальный профессор или профессурный епископ. Это безобразие какое-то. Я уже скоро стану архиепископом, получается, архиепископальной академией, что ли. Ну, язык можно поломать. Просто называй, я же из простой семьи, я же из простой семьи вышел, простой семьей вернусь. Просто называй, просто, это просто наш гений, это же почти мое имя. Хорошо? Ну, хорошо. Жена, ну вот угораздило же меня выйти замуж за епископа, да еще и за профессора. Каждый день выбираю новое платье из коллекции Гуччи, Прада, Диор и эта новая, как ее коллекция, Менсионье. Ты знаешь, как трудно мне выбирать одно платье вот сегодня из всех вот этих новых платьев, вот из вот этих новых коллекций твоих, которые мне тут накупил. Что за проблема еще такая? Да, это проблема, муж, я. Мне легче, у меня всего лишь семь новых смокингов, и они все одинаковые. Я их просто пронумеровал. Сегодня, например, шаббат, на ней написано семерка. Вот его одену и вперед пошел. Любим, еще проблема у нас. Мы стали чересчур богатыми. Давай уже как-то делиться накопленным богатством с нашими детьми, жена. Наши дети богаче нас намного. Внукам, жена. Наши внуки намного богаче наших детей. Вот проблемы. Друзьям, жена. Наши друзья. Кто наши друзья? Одни миллионеры, другие миллиардеры. Там, ну смотри, возьми, Александр Володин. Он уже стал консультантом президента, который был раньше мэром Бургаса. Он дал идею создать из Болгарии новую духовную Швейцарию. По его проекту все пошло, все поперло. Теперь мы швейцарцы. Жданович, Жданович, уже все основные банки, банкиры, они не могут вернуть им долги. Там просто, наверное, суммы какие-то. Шаричка Наваловый, ну что, все магистрали, транспортные вот эти агенции. Все же под ними они сейчас. Вот эти сестры, я все не могу запомнить их фамилии вот эти, вот как их сестры, там, Кулясовы, Солдатенковы, Кошины, то что, ну сколько фамилий у них там. Это все, как они мудрились, как они успевают. Все финансы, вот эти финансы, все проходит через них. Безобразие. Проблема. Ну тогда бедным странам. О, бедным странам это да. Бедным странам надо помогать. Ой, как мы хорошо поругались с тобой сегодня. Ой, очень прекрасно, дорогой. Вот когда теперь в следующий раз поругаемся? Ну когда, когда, когда? Вот в Кубу нас пригласили на евангелизацию, там параллельно дайвинг сделаем очередной. Потом на конференцию в Северную Корею. Потом в Каир будем проводить первые тризды для мусульман. И потом уже сможем поругаться. Там опять 5-7 минут. Вот тогда и оторвемся. Оторвемся, дорогой. Спасибо большое. Знаете, вот... Замечательно. А, замечательно, спасибо. К чему это все? Это не для того, чтобы похвалиться. Я вам просто так скажу. Вот сегодня мы тоже с братом Мэдди не отговаривались. Но я хочу сказать о том, что я вот на этой неделе осознавал. Наша, действительно, у нас есть семья богатая. Мы богаты финансово. У нас все есть на сегодняшний день. У нас, ну, в большей степени мы богаты нашими детьми. Наши дети действительно богаче нас. Мы богаты тем, что у нас родилась внучка. И мы, ну, вот вы знаете, я не успевал рады со своим детям, как я сейчас радуюсь своей внучкой, потому что она улыбнулась. Я счастлив просто. Она сделала какое-то новое движение. Я уже на седьмом нете. Не, не, ну, я не знаю. Нет, наверное, счастливее деда, чем я. Вот это вот каждое ее движение, каждого кого-то пнуло, да. И вот мы счастливы, да. Вот и просто вот... Ну, я хочу сказать, что когда я только уверовал, Бог показал мне одно невероятное видение. Я тогда помню, что это было на моменте просыпания. Бог просто отправил меня на небеса, и я помню, что там было так хорошо. Я был в раю, и вы знаете, вот эти семь оснований из драгоценных камней. Вот Бог показал мне вот семь оснований из вот этих драгоценных камней. И мы там с кем-то летали на перегонки. И вот в этих семи основаниях были какие-то такие туннели, и мы летели вот в этих туннелях. И вы знаете, вот это было так уникально, потому что вот представляете, семь оснований. Драгоценных камней, это не полудрагоценные, это драгоценные камни, это сафиры, там, яспис, смагард. Вот писание. И вот мы летим в каком-то туннеле, который вот из ясписа, и вот такие стены, которые из ясписа, вот, знаешь, просто это представить, это трудно передать словами. И мы не обращаем внимания на всю эту красоту. Я помню, что я немножко меня на повороте занесло, я ударился об эту стену, и она как будто как, она настолько отпарализована и мягкая какая-то она. Я вот немножко, она вписалась мне в плечо, и она меня легко, нежно оттолкнула, и я обратно полетел на большой скорости, и мы с кем-то на перегонки вот так смеемся, хохочем, какая-то невероятная радость. Радость. Просто какая-то безграничная радость. Совершенно какая-то любовь. Но самое главное, что я запомнил, в чем наше богатство, в чем прелесть вот этого рассказа. Это не то, что мы имеем на сегодняшний день. Это то, что, вы знаете, вот в нашей семье, вот насколько можно вообще оценить финансово. Наши дети захотели, после того, как закончили высшее учреждение, захотели работать с нами. Я не знаю, как это объяснить. Понимаете? Они работают с нами, потому что они сказали, нам хорошо с вами. Мы не хотим вас покидать. Мы создали одну компанию, которую назвали «Династия», в надежде продолжения того, чтобы наши внуки, наши правнуки будут это все продолжать, потому что Бог благословил наш бизнес, когда мы оставили все в Казахстане, приехали сюда как миссионеры, Бог благословил церковь. Это единственная церковь для русскоговорящих, которая официально получила признание. Даже русская православная церковь не получила здесь признание. Мы получили. Нас показывают по центральному телевидению. Я понимаю, что финансово оценить это невозможно. Маленькая церковь, но мы имеем мощное влияние, потому что аспект, обзор прослушивания довольно высок, и мы можем сделать этот обзор еще более великим, мощным. Для чего? Для Христа, чтобы люди услышали вот эту прекрасную литературу, вот этих поэтов, вот этих музыкантов, которые поют, которые танцуют, которые просто для Христа. Это совершенно радость. Я вот просто именно про это. Когда мы там летали с кем-то на перегонки, это была какая-то невероятная радость, все там было пропитано невероятной, вы знаете, любовью Христа, безграничной любовью. Мы просто чувствовали его, мы просто кушали его. И вот именно вот это богатство, вот это богатство, вот ради этого стоит туда вот стремиться. Вы знаете, я это очень хорошо запомнил. Это случилось со мной в 91-м году, когда я его веровал. Я несу это через всю свою христианскую жизнь. Я знаю, куда я стремлюсь. И я знаю, что ради этого я готов вынести на этой земле все, что угодно. Да все, что угодно. Убьют меня, разрежут, отрежут голову, там растерзают, распнут. Я знаю, куда я стремлюсь. Я знаю, куда стремится моя душа. Я знаю, ради чего я страдаю. И ради чего я вынесу все, абсолютно все. Потому что там, на небесах, меня ждет нечто самое лучшее. Это то, о чем сегодня, брат Эти, проповедовал, да, и я просто благодарен, что вот хороший труд, да, вот проповедник потрудился, ну видно, что готовился. Давайте еще раз мы поаплодируем, брат Эти. Будьте благословенны. Спасибо нашему Господу. Символ веры. Символ веры. Прочитаем. Продолжение следует...